Приветствую всех на канале Немехо. В этом видео я расскажу, как же лучше всего качаться в покемон Сананму. Ну, в прошлых играх в XY и в Урасе были возможности разные. Например, в XY можно было в ресторане качаться, здесь тоже подобие ресторана есть. В Урасе можно было использовать Чан Сейв, то есть в секретных базах прокачиваться, Бли Сейв, да, то есть там очень-очень много опыта шло и буквально за несколько раз можно было сотый уровень поднять покемона. Но, к сожалению, все эти лазейки убрали здесь. То есть, если вы не играли в старые игры, ну, наверное, даже начиная уже с Black and White и все остальное ранее, вы не знаете, что все обычно качались в покемон Лиге. И, в принципе, в этом видео я и хочу сказать, что, по большому счету, возможности прокачиваться быстро их нет. То есть надо качаться в покемон Лиге. Но есть, конечно, какие-то альтернативные варианты. То есть, если вы, например, с другом, то вы можете отдать своих покемонов ему, он вам отдаст своих, и от разных тренеров, соответственно, покемоны получают на 50% больше опыта. То есть уже вместо 100 будет 150. Это один из способов. Дальше есть такой предмет, как Lucky Egg. У меня его, по-моему, сейчас нету. Да, это другая у меня игра. Этот предмет как раз я покажу, где получается. Как только вы набираете 50 покемонов в Покедексе, то есть у вас до 50 получается, вы идете вот сюда, к профессору Кукую, и он вам дает Лакек. Кукуяк работает на одного покемона и, соответственно, видно, да, видно, все нормально, работает на одного покемона и увеличивает опыт еще на 50%. То есть 50 еще плюс эти 50, то есть уже будет в 2 раза больше опыта получать покемон. То есть это уже неплохо. Вместо 1000, 2000 и так далее. Конечно, покемон лига. Минус покемон лиги большой, то что вам нужно иметь, ну, хотя бы, наверное, двух боевых покемонов, пока те, которые вы качаете, не дорастут до возможности убивать врагов, соперников. Покемонов соперника, да, с одного или там с двух ударов хотя бы, то есть, чтобы получать больше опыта. Поэтому в любом случае у вас всего четыре покемона могут одновременно качаться. В самом лучшем случае, я считаю, ну, когда, конечно, очень хороший у вас сильный покемон со всеми статами, там может быть и все пять. Второй вариант это найти спавны вот такого покемона. Сейчас я его поищу. У меня, может быть, его даже не будет. У меня здесь это, я специально выбрал другую игру, где у меня еще не пойманы ультра-чудовища, потому что я хочу как раз показать на их примере еще один способ прокачки, который не всем, наверное, будет подходить. В общем, мишка такой розовый, вот он мне нужен. Не помню, есть он у меня или нет, видел его или нет. В любом случае, розовый мишка. Вот он, да, вот он, бивер 170. Если мы посмотрим споты, вот он, находится вот здесь. И за него, если не ошибаюсь, дают больше всего опыта. Конечно, даже если покемон одинакового уровня, в зависимости от того, какой покемон, за него дают больше или меньше опыта. И в основном, чем больше здоровья, тем больше дают опыта. Поэтому находите его, он вызывает своего же друга, то есть помощь, этот же бивер, вы его убиваете. Но единственная проблема, они довольно толстые, они причиняют проблемы, урон наносить, надо лечить. В общем, это не самая удобная вещь. Ну и последний способ, который многие, ну, уже не смогут его сделать, ну, а многие просто захотят пройти игру, и это не очень хорошо тоже работает, это прокачка на ультра-чудовища. Ультра-чудовища дают довольно много опыта. Если убивать их очень быстро, особенно самого последнего, толстого, то он практически как покемон лига, но в разы проще. То есть самое главное, это простота. Нашел, убил, нашел, убил, не надо там никакие анимации. Ну, вот с ультра-чудовищами чуть посложнее. И, соответственно, чтобы его вызывать, мы можем использовать тот же самый мед. Вот у меня мед есть, я его использую. Это как свой центр работает, если не ошибаюсь. И, по идее, на меня кто-то должен напасть. Если это ультра-чудовище, вот так сейчас, да, вот он появляется, отлично. Вот эта долгая анимация, да, вот это единственная самая проблема. Что пока он появится, пока он там спешл деф. Но, в целом, все равно это довольно быстро. Это быстрее, чем... Ну, это не быстрее, чем покемон лига. Если брать, сколько мы получаем за это время. И можно его убивать. Ну, вот у меня он слабый, мой основной покемон, видите, совсем уж плохо. С одного удара не убиваю. То есть, нужно найти те скиллы, которые убивают с одного удара. Когда мой покемон быстрее его. Плюс 1256 опыт. Очень мало. Поэтому лучше всего, конечно, убивать самого последнего ультра-чудовища. Ну, я до него еще не дошел. Давайте посмотрим, найду ли я второго. То есть, в этой же зоне. То есть, у меня снова мед есть. Я снова никуда не надо бегать, искать. Я просто его использую. И снова у меня появляется ультра-чудовище. Я считаю, ну, для меня это намного удобнее способ. Вот он снова появился, да. 1200 опыта. Потому что не бегать по этим. Нашел одного покемона, который убивает с одного скилла этого ультра-чудовища. Например, последнего, я уже не помню, как его называют, чудовища. Можно убивать дазлинглимом. Там уже, где он ловится, там и находится этот предмет. Вот. Можно, например, с дед пауэром. Чтобы с одного скилла. Но у дед пауэра анимация. Соответственно, это не очень круто. Потому что пока он все это сделает, видите, это все проходит время. Но, когда делать это в АФК режиме, тоже довольно неплохо. То есть, поставил он там пока кастуется. Можно заняться своими делами. Ну, конечно, здесь идет скорость прокачки. Очень все-таки медная. Не забывайте экспо-шер включать. Если вы не забывайте просматривать ГТС. В ГТСе иногда бывает, люди выкладывают покемонов с Лаки Эга. Лаки Эгг сейчас в очень ограниченном количестве. Можно его получить, конечно, просто, допустим, начав, если есть свободный картридж, начав новую игру. И на 50 покемонов нашел Покедекс. Соответственно, пошел к профессору Кукую. Он тебе дал Лаки Эгг. Еще раз, еще раз. И так у всех шести покемонов. И это будет очень неплохо. Но, к сожалению, скажем, других вариантов пока прокачки нет. В январе, соответственно, откроется трансфер и можно будет передать покемонов. Но предмета тоже нельзя будет, потому что торговать между играми нельзя. Единственное, пока неизвестно, можно ли будет перекинуть покемонов отсюда в старые версии, где можно будет, например, через тех же самых Блиссеев прокачаться до сотого уровня очень легко. Или XY, где можно через рестораны прокачаться. Но это уже будет в январе. Нам нужен результат сейчас. Ну, надеюсь, на какие-то вопросы ответил. Может быть, где-то что-то вы додумаете. Найти покемонов. Посмотрите базы. Там есть специальные таблички, где указывается, за какого покемона сколько дают опыта. И, может быть, на них будет вам удобнее качаться с вашими расстановками, с вашими пилдами. Ну, а здесь я прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.